Традиционную встречу с чернобыльцами мэр, как всегда, начал с обсуждения городских новостей. Что сделано на курорте, какие преобразования впереди. Беседа оживилась, когда затронули вопрос переселения. Анатолий Пахомов заверил, жильем нуждающихся ликвидаторов аварии обеспечат. Потерпеть осталось совсем немного. С недавних пор федеральные власти сократили финансовое обеспечение чернобыльцев. Многие не могут себе позволить даже лекарства. Поставлены такие стесненные условия, что деньги, которые приходят в поликлинику, они уходят на дорогостоящие препараты. На нас ничего не остается. За решение уже вопросов здравоохранения снова берется мэр. Из 500 тысяч жителей обеспечить необходимыми лекарствами 600 чернобыльцев для города не проблема, уверен он. Нет у него права на эти лекарства. Но найти можем ему, чтобы он был доволен. Он 10 раз обрадуется, что вам должны были выдать это федеральные органы власти. Но не выдали. Ну давайте мы вам дадим. Без очередей абсолютно бесплатно. Начальник управления здравоохранения Марина Вартазарян предложила чернобыльцам пройти полное обследование в эти выходные во второй поликлинике. Участники ликвидации аварии также попросили Анатолия Пахомова выделить отдельные места для них на парковках. Глава пообещал обсудить этот вопрос владельцами стоянок. Необходимость в таких беседах ежегодных, традиционных с главой города у нас существует. И она, вы видите, наверное, сегодня вы все присутствовали, дает свои положительные результаты. То есть чернобыльцы немножко решим проблему с квартирами. Что-то в улучшении здравоохранения произойдет в решении этих вопросов. Видите, глава просто заинтересован. 26 апреля на курорте, как и по всей стране, почтят память погибших в результате взрыва атомной электростанции в Чернобыле. Участие в ликвидации последствий аварии принимали 1012 сочинцев. В день 28-летия со дня катастрофы в Олимпийской столице пройдут митинги и встречи со школьниками.